Начало весны уже несколько десятилетий для многих студентов, абитуриентов, выпускников, преподавателей и специалистов Санкт-Петербургского института кино и телевидения ассоциируется с ярким и масштабным событием в жизни вуза. В этот раз более сотни юных артистов попробовали свои силы на сцене киноконцертного комплекса на улице Бухарестской. Будущие инженеры, экономисты, режиссеры, журналисты и управленцы пробовали себя в эстрадных и народных танцах, эстрадном и академическом вокале, игре на инструментах и оригинальном жанре. Искрометному действию на главной сцене Санкт-Петербургского института кино и телевидения предшествовали три дня отборочных кастингов, разделенных по различным жанрам творчества. Я только скажу, что в первый день отборочной пришло 170 участников. В финал вышло 39 номеров. Как вы уже слышали, по 12 номинациям сегодня артисты соревнуются. Это вокал, это танцы, оригинальный жанр и отдельная номинация для школьников. Разделенный на 4 блока в соответствии с разными жанрами кино, конкурс «Ликисейшн-2015» сценарно был связан с темой кастинга, то есть отбора лучших. Особенно трудно пришлось первой паре, первокурсникам Института кино и телевидения Алине Рощик и Эдуарду Порохову. Нет, ну вообще «Ликисейшн» это изначально конкурс талантов и способностей. И как раз я очень благодарен работникам университета, что они дают нам такую возможность показать, на что мы способны. 7 месяцев мы уже учимся в этом университете и институте. Я ни разу не пожалел, что поступил в этот университет. Потому что каждый день пребывания вот в этих стенах, на этой сцене, ну это потрясно. Уже не первый год одной из номинаций «Ликисейшн» является «Новое поколение». В ней участвуют школьники старших классов, многие из которых затем становятся студентами Института кино и телевидения. Я в том году тоже участвовала, но, к сожалению, не прошла финал. Получилась специальная пенсия. В этом году мне удалось пройти финал. Я надеюсь, что на главный концерт тоже. И, в общем, я очень довольна. Я даже подумала о том, что нужно сюда поступать. Не меньше, чем участникам в этот вечер пришлось переживать членам жюри, в состав которого вошли мастера различных курсов. Преподаватели Института культуры Дмитрий Соколов, Анатолий Товпенец, Иван Дишко. Музыкант, руководитель студенческих программ Совета ректоров Санкт-Петербурга Андрей Борисович Гусев. Судить молодежь вообще трудно, ведь можно случайно не рассмотреть будущую звезду. А справедливо разделить места между четырьмя десятками претендентов сложно вдвойне. «Хочу, конечно, поблагодарить всех, кто сегодня был на этой сцене, потому что вы... Самое главное, вы подарили нам эмоции. Наверное, самое ценное, что сегодня можно было увидеть, это ваши живые эмоции и то, что вы все это сделали от души. Нам, действительно, будет сложно называть победителя, а это говорит о том, что очень высокий уровень подготовки всех участников. Спасибо вам еще раз». Организаторы мероприятия уверены, что конкурс в этом году обязательно откроет новые имена. И пусть не все станут победителями в своих номинациях, но отмечены благодарственными письмами будут все без исключения. «В течение учебного года существует много различных мероприятий. И обычно Лики Сейшн в марте он сразу показывает своих звездочек. И даже те, которые не прошли, уже будут задействованы в следующих мероприятиях. И к тому же весна – это время многочисленных городских конкурсов. Просто очень много. Вот поэтому мы всех грамотно разряделяем во все конкурсы». 25 марта в стенах киноконцертного комплекса на улице Бухарестской состоится гала-концерт победителей и призеров 23-го конкурса талантов «Лики Сейшн-2015». «Лики Сейшн-2015» Субтитры создавал DimaTorzok